Решить проблему жителей улицы Рябековской помог депутат законодательного собрания края от Единой России Анатолий Керносенко. Раньше забор школы номер 6 стоял вплотную к лестнице и калитка была все время закрыта. Чтобы подняться наверх и пройти к автобусной остановке, людям приходилось обходить ограждение по склону. Я не знаю, в пыли по песку идут, ну вообще неправильно. Ну видно, что это 11 лет топтались все эти тропинки. Решение оказалось простым – перенести забор школы на пару метров. Однако организовать это удалось только после согласования с управлением образования городской администрации. Это было очень плохо, особенно зимой, когда дорога была, лестница была не расчищена. Приходилось, как правильно Анатолий Владимирович показывал, обходить, обгибать. Иногда приходилось вообще обходить полностью вот так вот через магазин, чтобы попасть в детский садик. Или вот через центральную лестницу спускаться. У нас есть центральная лестница или через центральную лестницу. Сейчас, конечно, людям очень многие. Мы выходим и говорят слова благодарности за то, что наконец-то сделали этот участок, чтобы можно проходить, минуя школу. Обсудить итоги работы и дальнейшие планы пришли сотрудники школы и местные жители. Их микрорайон – один из самых проблемных в Петропавловске. Если на других, более благоустроенных округах речь идет о каких-то концептуальных, стратегических вещах, школы переполнены, там нужно поставить какие-то элементы благоустройства, то здесь речь идет об элементарном. Отсутствуют дороги, ямы, течет канализация прямо на дороге, поломаны решетки, канализация, нет освещения. Ну и все эти моменты мы потихонечку решаем. В порядок также была приведена лестница, ведущая к школе, отремонтирована одной из крылец учебного заведения. Краевые парламентарии постоянно держат связь с местными жителями и администрацией школы номер 6. Ольга Семенова, Антон Дутов, информационное агентство Камчатка.